Привет всем! Никто уже не спорит о том, что топливная система двигателя, причем как бензинового, так и особенно дизельного, нуждается в периодической промывке. И это немедленно отражается на работе всего силового агрегата. Но вопрос в том, каким именно средством произвести очистку системы. Есть по этому поводу свои опыты у разных людей и у разных профессионалов. Некоторые предпочитают какого-то производителя чистящих средств. И есть своя методика, а некоторые рекомендуют другую. Нету единого согласия. Кто хочет углубиться в этом вопросе, рекомендую прочитать форум из ссылки, на который оставлю ниже этого видео. Пожалуйста, прочитайте, и потом ваше мнение пишите тут в комментариях этого видео. Определить, что форсунки, топливный насос высокого давления и систему нужно чистить, можно по следующим признакам. Двигатель плохо заводится. Обороты холостого хода плавают. Двигатель троит. Ухудшилась динамика разгона. При нажатии на педал газа появились провали. Увеличен расход топлива. Двигатель дымит серым или черным дымом. Существует разная методика очистки. Некоторые прямо в бак заливают специальные очистители. Некоторые подсоединяют патрубки на систему топливоподачи и гоняют там очистители. А некоторые вообще разбирают детали системы и моют ручную. У каждой методики есть свои плюсы и минусы. Данную процедуру нужно выполнять как при появлении первых признаков загрязнения, так и в профилактических целях, когда никаких симптомов загрязнения в системе питания не обнаружено. В процессе эксплуатации транспортного средства, загрязнения форсунок, топливного насоса, высокого давления и других элементов в системе питания, практически неизбежно. При этом, если владелец заливает в бак самое качественное и дорогое топливо, а также своевременно меняет все фильтры. Это позволяет только увеличить межсервисные интервали очистки, но никак не исключает такую необходимость. После остановки двигатель горячий. Система охлаждения не работает, однако, оставшийся в системе топлива буквально пригорает, оставляя на поверхности деталях часто характерный черный налет в виде лаковых отложений. Указанный налет уменьшает сечение пропускных каналов и тут же начинаются неполадки. Ну и в конце видео хочу попрощаться и просьба подписаться на канал. Спасибо всем за внимание.